всем привет добро пожаловать на мой канал вечерние посиделки с вами Анна сегодня у нас 1 марта первый день весны я вас с этим поздравляю наконец-то зима закончилась теперь будем ждать теплых деньков и в этот день я решила снять свои итоги вышивальные за январь и февраль решила снимать за два месяца потому что ну чтобы видео было более интересным информативным хочу начать с показа готовых своих работ а потом уже покажу вам процессы над которыми я трудилась в январе и феврале давайте начнем с милхилла покажу вам несколько работ вышитых подбором от компании милхилл где-то у меня здесь нитки по ключу но в основном до нитки по ключу у меня в этих вышивках а бисер там вот как придется если какой-то был у меня милхилл я использовала милхилл где-то у меня и тоха и прециоса и гамма в общем такой самопроизвольный подбор но на мой взгляд получилось очень даже красиво вот эту снеговушку я вышивала на конве фирмы дорис мне кажется она лучше всего подходит для этих дизайнов но к сожалению это канва снята производства так что сейчас в основном вышиваю на конве фирмы гамма но она смотрится немножко более грубовато а вот эта канва она от фирмы дорис более тоненькая такая молочная и хорошо очень подходит ну давайте не будем отвлекаться про эту снеговушку я расскажу вам мне здесь очень понравились отдельно вышивать эти элементы понсетти и шляпка вот эти красивые такие они пришиваются отдельно вот так задник у меня выглядит сзади у меня белый фетр и леска всегда такая прозрачная в основном я оформляю дизайн и милхилл и здесь такой интересный элемент как бахрома у шарфика первый раз я ее делала мне очень понравилась такая красивая снеговушка дальше я вышивала понсетти здесь уже канва фирмы гамма она немножко по-другому смотрится взяла вот такой элемент украшательство цветочек заказывала его на алиэкспресс это такие цветочки из перламутра там они были разные я заказывала розовый и голубой они по 10 штук по моему было были в упаковочке и вот иногда в какие-то дизайны от милхилл они замечательно подходят а вообще здесь в этой понсетти такой стеклянный цветочек должен был применяться у меня конечно же его нет вот и вот эта верхняя часть вышивается понсетти отдельно тоже понравилась это очень работа ну все милхиллы они конечно же замечательные давайте дальше покажу вам вот этого котика он в оригинале идет сереньким но так как у меня кот рыжий я решила что пускай у меня этот котик будет рыженьким переделала здесь взяла оранжевые ниточки так здесь еще вот этот бантик здесь такие висюльки вместо вот этих вот двух элементиков должны были бы быть но я сделала таким как цветочком и здесь вот должна была быть тоже пуансетти а я вернее листик такой зеленый как вот у этой пуансетти я просто взяла такой беконус зелененький вот шапочка вышивается отдельно у этого котика так дальше еще из зимних дизайнов покажу вам вот этого мишку он тоже вышит на конве фирме дорис на этом у меня конва и кончилась отдельно вышивается елочка елочку мишка держит в руках здесь ведь у него такой бантик здесь у пол нитки все по ключу кстати вот такой милая чаровашка не наводится немножко ну ладно так дальше давайте еще покажу вам вот этого санту вышивала тоже его подбором на век конвей фирмы гамма и это вышивка по буклету от фирмы мил хилл ну то есть это вот нестандартный какой-то набор я здесь немножко переделала глаза вернее я добавила в глаза бэк стич и такой носик как бы это там просто были вот эти крестики и розовый крестик вместо носика сейчас вот он такой немножечко у меня с бэком смотрится мне кажется получше от себя добавила здесь биконус вот такой тут должен был идти бубенчик золотой и звездочку сюда я добавила такую с алиэкспресс толстую но тоже хорошо получилось так и еще у меня было два дизайна таких весенне-летних вот это тоже вышивка по буклету здесь такой улиц цветочки тоже вышивалась на конве фирме гамма подбором и очень на мой взгляд красиво получилось так я сейчас тут немножко лампу поправила чтобы может быть поярче смотрелось это все вот сейчас навелось до фокус навелся и очень красиво так четко и еще один дизайн вышиты подбора тоже сердечко так вот я его оформила это рамочка у нас от от фикс прайс магазине фикс прайсе когда-то покупала вышита на линде по моему это вышивка вот такое сердце но мне кажется давно уже снято с производства его не купишь ну тоже очень красивая бисер кстати здесь я использовала как вот в этом сердечке вот в этих цветочках ой показывал наверно вам не видно было вот как здесь такой же бисер мне он очень нравится он голубой вот само стекло а внутри сиреневая серединка и он как будто светится таким голубым а на самом деле может быть он больше сиреневый да вот так если посмотреть хотя вот на камеру вроде и голубым кажется мне очень понравилось здесь такие элементы выполнять вот эти цветочки я вот просто обожаю в старых мелхилах все вот такие необычные украшательства цветочки вот здесь кружева имитирует бисером вот так вот как будто сердечко у нас кружевное мне очень понравилось как получилось очень красиво здорово вот буквально вчера оформила эту работу так и еще из мелхила уже по набору я вышивала вот такого снеговика со снежную совой тоже вышивала на пластиковой конве по набору и вот такая красота у меня раз чудесная получилось мне он очень нравится как он смотрится потрясающе переливается этот голубой бисер крупный вот этот вот мне нравится но и вот этот мелкий петит он тоже так нежно смотрится красиво есть такая совушка как будто в очках такая мудрая сова и развеселый снеговик так ну с мелхиллом это все давайте дальше смотреть хочу вам показать очень красивую работу от компании овен глинт вейн я с удовольствием начала эту вышивку по моему 30 что ли декабря прошлого года и завершила в феврале сейчас вам покажу что у меня получилось давайте так немножечко поближе так вот так этот выглядит дизайн вышитым вышивала я на мурана белого цвета каунт у меня сохранился здесь получается вышивается этот набор на белой аиде 16 каунта от фирмы цвай горта ниточки здесь dmc мне очень понравилось вышивать вышивала я по бумажной схеме перенабора у меня не было и так тут левин волосок моего кота ну как же без кошачьей шерсти без нее никуда так давайте поближе вам покажу вот на белой подложке так вот такой красивый дизайн очень яркий вкусный такой такая палочка корицы вот стичьтесь но немало бэка такая вот работа планирую ее оформлять но наверное в этом году скорее всего я надеюсь что в этом году но она мне должна эта работа дождаться парной я собираюсь вышить такой вот набор в пару ягодный чай давайте сейчас я вам сразу покажу вот этот вот этот наборчик собираюсь вышивать в пару к этому глинтвейну уже положила все в папочку ягодный чай тоже от фирмы овен собираюсь вышивать на мурана также на белом чтобы у меня две эти вышивки висели в компании и на одной вышитые равномерки были на одной на основе так что такая вот у меня красивая работа вышилась и скоро начну я думаю что ягодный чай еще давайте я вам покажу такой вот набор тоже от компании овен магниты русская кухня я в прошлом году вышивала блины с икрой и пельмешки в этом году в эти два месяца я вот вышила окрошку еще пока не оформляла вышиваю по перенабору платному который покупала в группе вконтакте но там довольно таки много кстати ошибок но я всегда проверяю с оригинальной схемы перенабор там вышиваю тот участок который собиралась вышить я его сразу по схеме быстро глазами пробегаю если нет ошибок спокойно по программе кростич сага вышиваю и еще вот буквально вчера я можно сказать почти завершила борщ это последний магнит из этого набора мне остался только бэкстич и так полностью у меня магнитик вышит вот такой он красивый ну бэкстич буду получается в марте дошивать и наверное потом вам покажу готовую работу может быть за март апрель вот такие еще у меня были работы так дальше давайте покажу вам еще пончик это вот у меня тоже финиш этих двух месяцев наверно феврале его вышивала уже не помню точно это такая фетровая сладость по мастер-классу от гали ночной вышивальщицы первый вот пончик донат и вот такой вот он у меня получился очень кстати понравилось вышивать интересно самой материалы подбирать такой вот пончик я вышивала ну это из не вышивального до такого просто рукодельно дальше хочу вам показать еще одну работу правда извиняюсь за ее вид вот она у меня в таком неприглядном состоянии не стиранная не утюженная но дело в том что я этого санта еще не завершила здесь еще столько много бэкстича нужно делать и на французские узелки ну вот мне очень хотелось начать там одну вышивку тоже от компании овен весенний мед я торопилась ее начать и вот сняла с пялец эту работу потому что у меня не особо много было всего там двое пялец на тот момент было ну сейчас пока тоже двое их но я надеюсь что мне скоро приедут я там еще заказала себе троечку от нурки мой любимый размер так что я сняла с пялец эту работу это полуночные санта дименшенс и больше ее к сожалению не вышивала хотя здесь ну в принципе только бэкстич да как я говорила французские узелки и все я ее можно сказать закончила будет у меня финиш ну не знаю дойдут у меня руки в марте до нее потому что мне хочется сейчас вышивать весну не хочется ничего зимнего ну посмотрим в принципе сейчас наступит весна потом лето да будет много ярких солнечных дней и на темной конве в это время очень хорошо повышевать так как замечательное освещение и доделать ее уже наконец давайте покажу вам ее поближе очень праздничная очень новогодняя работа и очень конечно же красиво чудесно смотрится надо будет мне ее конечно же завершить чтобы она у меня следующему новому году была обязательно оформлена еще хочу вам показать вот эту работу от компании риоли зимний день мне вот феврале очень захотелось повышевать шерстью как-то я давно не вышивала соскучилась очень люблю вышивать наборчики риоли с именно шерстью и я тут один денек повышевала у меня кстати был перенабор я где-то вот вот эту часть работы вышивала по схеме а тут я немножечко вот здесь вот эту вот часть и вот здесь да вот так ну тут вот еще чуть-чуть я повышевала по перенабору там пока ошибок я не встретила с удовольствием кстати повышевала шерстяными ниточками ну вот не знаю может быть еще немножко продолжу вот когда появится желание вышивать шерстяными нитками у меня по моему шерстяными вот в процессах только вот этот зимний день и аржантей нужен тентку более крупный и перенабор я пока еще не купила хотя я видела что он есть вот можно его тоже будут вышивать ниточками но там посложнее конечно же работа здесь она такая очень очень простая и вот пятнами до такими цветовыми вышивается видно что здесь вот полегче чем она идет такая морозная видите светлая нежная в то же время яркая вот эти ягодки работа ну замечательный сюжет прекрасная вышивка так далее еще я вышивала в такой набор в эти месяцы от компании joy sunday это у нас по разработка по винсенту ван гогу зеленые пшеничные поляйки париса картина в оригинале называется здесь это просто называется поле вот это вот слово я перевела как поле и вот артикул и вот что у меня есть на данный момент здесь канвас нанесенным рисунком вышивается конечно же легко но не так в этом наборе как я уже говорила мало кое-каких цветов не хватает надеюсь мне остальных хватит которые здесь вот мне осталось немножечко повышевать вот эту работу я всегда беру с собой куда-то в дорогу у нас бывают вылазки какие-то на выходные в другой город мы можем поехать посмотреть достопримечательности либо природу то красоту природу там горы вот ну сейчас уже зима так как вернее в зимнее время мы редко ездили но вот собой в дорогу очень удобно куда-то взять там машине повышевать никогда конечно она едет а вот на остановках если есть время с удовольствием вышивая плюс все здорово ее повышевать в гостинице ни о чем задумываться не нужно просто берешь вышиваешь и это у меня есть такой кроватный процесс когда я не очень себя хорошо чувствую бывает что лежа вышиваю вот видите у меня здесь немножко осталось большая часть выше то надо будет наверное мне приобрести еще один набор вот тоже наверно по ван гогу чтобы тоже такой удобный кроватный и дорожный процесс у меня еще один был про запас а то мне этот скоро завершится еще хочу вам показать вот этот замечательный красивейший весенний наборчик тоже от компании овен я в этом году как-то вышиваю компанию овен довольно таки часто мне очень нравится их вот эти вот последние разработки хотя знаете там у них столько всего красивого выходит такого вот природа да вот пейзажи просто потрясающие но и вот такие какие-то кухонные натюрморты тоже очень красивые мне запал в душу вот этот мед с одуванчиками весенний мед здесь у нас ниточки пнк имени кирова мне конечно больше нравится вышивать дмс ну ладно ничего страшного мне понравился этот сюжет так что я любыми нитками готова его вышить ну а канва здесь фирмы цвайгард я и вышиваю на этой канве я не хотела вышивать если честно на равномерке на мурана потому что мне еще ягодный чай предстоит на ней вышивать но я как-то вот не знаю последнее время на люблю вышивать на канве на ней проще вышивать ну может крестики не такие аккуратные но все равно сейчас вам покажу свое начало вот столько у меня вышито посмотрите какой он красивый да получается этот медок на равномерке конечно было бы здорово на мурана вышить но на иди 16 каунта смотрится тоже вполне неплохо я сейчас стараюсь вышивать те дизайны которые планирую оформить и повесить на кухню вот глинтвейн ягодные чаи у меня будут висеть на одной стене а вот мед наверное на другой вот этот видите здесь очень 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 красиво такой объемный весь светится такой солнечный позитивный очень весенняя работа я еще тут феврале пошила себе чехлов и вот такой вот прекрасный чехольчик на пяльца нурги троечка на троечку вот у меня сшился тоже такая вот красота всем советую очень приятный такой вышивки и вышивается довольно таки легко вышивая по схеме из набора так ну еще последнее что хочу показать в этом видео вчера начала такой вот наборчик вот такой вот котик с бутонами роз это у нас волшебная страна вот артикул вышила я буквально чуть-чуть 2 ниточки там пока кино смотрела потом принялась сердце оформлять который вот у меня в рамочки такой с цветочками от mil hill вот так что планирую этого котика в марте вышивать мне захотелось что-нибудь повышевать от волшебной страны что-нибудь весеннее но не яйца не пасхальное и просто мне этот набор ну в таком состоянии не очень хорошим вот упаковка вся порвана думаю надо его скорее вышить чтоб это безобразие у меня не хранилась порванная в наборах и буду с удовольствием потихонечку вышивать эту работу ну вот пожалуй это и все что я хотела вам показать вот такие у меня были итоги за январь и февраль надеюсь вам это видео понравилось пишите какие работы вас вам понравились вдохновили вас больше всего может быть вы что-то хотите тоже повышевать из того что я вам показала буду с вами прощаться большое спасибо всем за внимание и до скорых встреч в новых видео всем пока